Всем доброго времени суток! И сегодня я предлагаю очень интересное гадание. Иногда, когда отношения рвутся, хотелось бы, конечно, знать, что сейчас без вас происходит у вашего бывшего или вашей бывшей в личной жизни. Вот такой вопрос мы сегодня и поставим. Что у него или у нее, у вашего бывшего или бывшей сейчас в личной жизни? Вы можете загадать цифру от 1 до 9. Я выкладываю карты и будем слушать ответы, которые дадут нам карты на этот вопрос. Что сейчас в личной жизни у вашего бывшего или бывшей? То есть это гадание как для мужчин, как для ребят, так и для девушек. Любой человек может задать вопрос. Напоминаю, что гадание общее. Конечно, в любых отношениях есть свои нюансы. И если вам понадобится более полный расклад для того, чтобы посмотреть полностью всестороннее отношение вашего бывшего с новой пассией, то это можно сделать. Для тех, кто выбрал цифру 2, смотрим. Что сейчас в отношениях у бывшего или у бывшей? Такая вот интересная карта. Рыцарь мечей, которая говорит нам о следующем. Сейчас у него буквально военные действия на личном фронте. То есть у него сейчас бой, в котором он считает себя правым. И он надеется победить в данном случае. Если вы выбрали цифру 8, то здесь можно сказать, что вашу бывшую или вашего бывшего сейчас покинул новый его партнер. Новый ее партнер или его партнерша. Мы видим здесь Калипсо, которая среди разлившихся чаш пустых сидит на берегу, плачет, а любимый уезжает, уплывает в неизвестном направлении. В общем, сейчас в любовном фронте у вашего бывшего возлюбленного или возлюбленной расставание. То есть сейчас хотя бы как минимум большая ссора, в результате которой человек, о котором вы думаете, остался один сейчас. Для тех, кто выбрал цифру 6, смотрим. Итак, смотрим, что на личном фронте. Ну вот тут требуются нам две дополнительные карты. С одной стороны, вроде бы достигнуто у вашего бывшего такое равновесие относительное. С чем оно было связано. Вот смотрите, что это в вашей ситуации. Вам лучше, наверное, будут представить это. По первой карте у него какая-то наступила действительно ситуация равновесия в защите его интересов, в защите его имущества, возможно. И второй вариант, о котором мы здесь можем говорить, это то, что ситуация равновесия или ситуация равновесия, но при этом каких-то сомнений наступила у него в жизни с новой девушкой. Или если смотрит мужчина, то с новым мужчиной у его бывшей партнерши. То есть в любом случае это ситуация, когда человек разрывался между своими личными интересами и преследованием интересов своей семьи и своих отношений. То есть вот что он выберет, эгоистические какие-то свои побуждения или подход, который будет выгоден его семье, его близким людям. Это вам лучше знать, но тем не менее можно сказать, что не совсем благополучно у него все в личной жизни. Не совсем, но личная жизнь имеется, это однозначно. Для тех, кто выбрал цифру 3, что сейчас в личной жизни у человека? И здесь можно сказать, что вполне может быть, что какие-то происходят официальные ситуации. То есть это может означать венчание карты, это может карта означать крещение ребенка. То есть сейчас в личной жизни у него достаточно благоприятно все так, как нужно, так, как положено. То есть, скорее всего, ваш бывший партнер состоит в официальном браке на сегодняшний день. Если не состоит в официальном браке, то, по крайней мере, отношения имеются и отношения для него благоприятные. Для тех, кто выбрал четверочку. Ну, здесь можно сказать, что, в принципе, на личном фронте у вашего бывшего партнера сейчас затишье перед бурей, потому что есть такая ситуация, которая спровоцирует неприятности, которые его ожидают, но он еще об этом не подозревает. Буквально в ближайшем будущем у него будет какой-то стресс, какая-то встряска. Это на ближайшие месяца 3 буквально у него что-то должно случиться. Для тех, кто выбрал цифру 9, смотрим, что на личном фронте у вашего бывшего партнера. И здесь мы видим, что все прекрасно. Человек влюблен. У человека может быть два варианта. Может быть счастливая влюбленность с абсолютным таким, знаете, счастьем, ребячеством сейчас, с новыми отношениями. А может быть, это новая влюбленность, которая еще пока не имеет ответа ему. Ну, это нужно смотреть конкретно по личному раскладу. Но в любом случае человек влюбился. Для тех, кто выбрал единичку, смотрим, что у вашего партнера, бывшего на личном фронте. И тут можно сказать, что есть несколько вариантов толкования. Первый вариант, это у него не слишком хорошо с деньгами для того, чтобы заводить какие-то отношения на личном фронте. Второй вариант, это то, что данный человек сочетает сразу несколько отношений. То есть, возможно, на личном фронте сейчас есть партнер-любовник и не один. Любовник-любовница, я не буду уточнять половую принадлежность, потому что это расклад не по гендерному признаку, а просто общий для всех расклад. То есть, это отношения, когда человек в не очень серьезных состоит любовных связях и может их иметь несколько одновременно. Для тех, кто выбрал семерочку, что сейчас на личном фронте? И тут можно сказать, что, ну, во-первых, по данной карте у человека мог родиться ребенок. Если речь идет не о рождении ребенка, то на любовном фронте все благополучно, но благополучно не только в любви, но еще и с деньгами все в порядке. То есть, в данный момент у человека период благоденствия такой в личном смысле. Для тех, кто выбрал пятерочку, смотрим. И что здесь, и здесь у человека может быть несколько вариантов. Первый. Это новые отношения, влюбленность, что-то приятное такое. А вариант второй. Это невеста или жених. То есть, уже отношения дошли до того, что это вступление в новый брак планируется или совместное проживание. И третий вариант. Это любовный треугольник, в котором участвует данный человек. Что это в вашей ситуации, вам лучше известно. Но мы сейчас можем выложить несколько дополнительных карт. Загадывайте цифру от одного до трех. Те, кто выбрал пятый вариант. Мы посмотрим, что это именно в вашем случае. Для тех, кто загадал единичку, двоечку, троечку. Смотрим. Для тех, кто загадал троечку. Что это? Это ситуация, когда он чувствует одиночество в любовных отношениях. То есть, возможно, в его случае это наступление ситуации любовного треугольника. Когда он чувствует себя одиноким из-за того, что в отношениях все не так, как он бы хотел. Для тех, кто выбрал двоечку в дополнительных картах. И это страдание через, это такое вот улучшение кармы и улучшение, увеличение уровня духовного через страдание. То есть, это тоже может означать для него любовный треугольник. Страдая, он растет. Или страдая от невзаимной любви человек тоже здесь морально, духовно растет. Для тех, кто выбрал единичку, смотрим. И здесь может быть такой вариант, что человек боится заключения брака. А также боится данных любовных отношений. Но, тем не менее, они его захлестывают. Вот такой получился интересный расклад. Расклад достаточно объемный. Если вас интересует, что сейчас у вашего бывшего с новой пассией. Или вас интересует вообще, как поживает ваш нынешний или бывший дорогой вам человек. То тоже можно все это смотреть на индивидуальных раскладах. Во все тайны практически его личной жизни или ее личной жизни. Мы с вами можем окунуться и подробно посмотреть, что происходит сейчас у человека на личном фронте. Что у него по состоянию финансов происходит. Что также очень важно в отношениях. Особенно, если затеваются серьезные отношения надолго. Так что, для тех, кому нужны личные расклады, обращайтесь в ВКонтакте, пишите на электронную почту. Все вопросы решим на эту тему. Всего доброго, всем удачи, до встречи.